Здравствуйте! В эфире программа Аптатанаса. С вами Зарина Удба, сурдоперевод Кинджигуль Мажикова. И в ближайшее время расскажем вам о главных событиях уходящей недели. В Акцювинской области стабилизировалась ситуация с паводками. Уровень воды в реках идет на спад. Однако в Иргийском, Угалджарском, Тимирском, Уилском, Кабдинском, Атикибийском районах, а также в городе Ак-Тубе сохраняется режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Актуальный вопрос на сегодня обеспечения населения домами вместо разрушенных стихий. И в этом направлении активную помощь оказывают предприниматели. Так, три крупные компании направят более 28 миллиардов тенге на строительство и покупку жилья для пострадавших от паводков в регионе. Об этом стало известно в ходе визита в Акцювинскую область заместителя премьер-министра Республики Казахстан Каната Бозумбаева. Вице-премьер ознакомился с состоянием пострадавшего от паводка частного дома в одном из садоводческих коллективов города. Кроме того, он посетил пункт временного размещения эвакуированных граждан, который действует в учебном корпусе университета имени Жубанова по улице Гришина. Основные вопросы о ликвидации последствий с чрезвычайной ситуацией были обсуждены на совещании в областном Акимате. Жилой дом Актюбин Кайна Гулич-Ниязова серьезно повредила в ходе паводка. Строение площадью 119 квадратных метров было возведено в 2006 году. В 5-комнатном доме проживало 4 человека. Вода серьезно повредила наш дом. Вы сами видите, здесь жить уже невозможно. Мы надеемся получить новое жилье в многоквартирном благоустроенном доме. В целом, согласно заключению оценочной комиссии, дом признан аварийным. Гайна Гулич-Ниязова уже получила единовременную выплату. Также возмещение ущерба по желанию пострадавшей планируется посредством приобретения квартиры. Квартира будет приобретена в центре города, в удобном благоустроенном доме. Уже в течение месяца этот вопрос будет решен положительно. И сумму помощи и поддержку пострадавшим оказывают представители крупного бизнеса. Безусловно, не остаются в стороне местной власти. Все вопросы с жильем будут решены. В этом можете не сомневаться. Работа проводится по чутким руководствам главы государства. Выделяются единовременные выплаты. Приобретается новое жилье взамен признанного аварийным. Переживать не стоит. Без внимания никто не останется. Также вице-премьер посетил пункт временного размещения пострадавших от паводка, который разместился в корпусе университета имени Жубанова по улице Гришина. Здесь размещено 59 человек, числе которых 23 ребенка. Они обеспечены всем необходимым. В ходе встречи Канад Базумбаев пообщался с эвакуированными гражданами. Людей волновали вопросы выплаты кредитов, восстановления и приобретения жилья. Мы жили в садоводческом коллективе «Строитель-7». Дом пострадал. Конечно же, волнуют критерии оценки. Какие дома будут восстановлены, какие не подлежат восстановлению. Нас часто топят. Надо решать эту проблему. Комиссия чешна, оценочная. Безусловно, есть критерии. Оценочная комиссия работает. Если дом признан аварийным, повреждены несущие конструкции, и он не подлежит восстановлению, то будет предоставляться новое жилье. Что касается кредитов, то банки второго уровня предоставили каникулы на три месяца. Отметим, что поддержку пострадавшим оказывает крупный бизнес. На возведение жилых домов и другую помощь компании планируют направить порядка 30 миллиардов тенге. Фонд Булатова-Тимуратова принял решение оказать поддержку Октябрьской области в размере 10 миллиардов тенге. Деньги будут направлены на приобретение нового жилья для пострадавших в регионе, в городе Ктебе и в районах области, также для финансированного строительства новых домов. Так, на прошлой неделе начался выкуп новых домов в селе Жургенев Айтикибийского района. Первые пять домов уже переданы пострадавшим. На этой неделе планируется передать еще 15 домов. Была проведена встреча с компаниями строительными в селе Кобда, Кобдинского района. План там профинансировать строительство 150 домов. Все предприятия евразийской группы оказывают посильную помощь в ликвидации последствий паводков. Так, акционерами группы было выделено порядка 40 миллиардов тенге для ликвидации последствий. И до этого евразийским банкам и группой суммарно выделилось 950 миллионов тенге. По Кобдинской области наша компания практически с первых дней паводка активно взаимодействует с городскими и с областными областями. Мы выделяем технику для ликвидации последствий паводков. Также очень хорошо помогает наше волонтерское движение. Актуальные вопросы ликвидации последствий паводка обсудили на совещании в областном Акимате. В общей сложности в регионе было потоплено 4600 домов. Повреждены 136 километров автомобильных дорог и 15 мостов. Пострадало 23 социальных объекта и 84 субъекта малого и среднего бизнеса. Для актюбинцев нам нужно будет 1700-1800 квартир купить или частично домов построить. Это по выбору будет самих будущих жителей. Естественно, эти жилые дома не будут больше строиться в низинах, не будут в поймах рек строиться. В Актюбинской области будут строиться по ИЖС дома типовые, как и во всем Казахстане. Это 80 квадратных метров. У Акима области есть в соответствии с правилами, есть возможность, например, учитывать пожелания жителей. В части, например, если это многодетная семья и численность семьи большая, больше 10 детей, 80 квадратных, конечно, меньше. Он сможет за счет вне бюджетных средств, то есть спонсорских средств других, привлечь и этот вопрос решить. Отметим на ликвидацию чрезвычайной ситуации. В общей сложности запланировано выделение около 55 миллиардов тенге из разных источников финансирования. За счет спонсорских средств на сумму 18 миллиардов тенге запланировано строительство домов. Еще 9,7 миллиарда спонсоры выделят на выкуп квартир. В городе Ахтубе резервные квартиры застройщики все показали. Эту работу мы тоже, в принципе, 3-4 компании уже с ними проведена работа. Они приводят соответствие. То есть по требованию это квадратура, требования это чистовая отделка и сам пояс. Компания Биогрупп это 2 миллиарда тенге. Мы решили, в Атикибийске и Могдарственном районе там 41 дом и покупка 34 это в городе Ахтубе уже. И фонд Казахстан-Халкна, они изначально заявляли желание 80 квадратов построить в районах. Это где-то порядка 1,5 миллиарда тенге. Мы планируем то, что в Аргийском районе у нас еще вода не отошла. Это 54 дома. Из местного бюджета запланировано выделение 7,8 миллиардов тенге. На компенсацию пострадавшим более 4 миллиардов 598 миллионов уже выплачено. Предусмотрены единовременные выплаты на 877 миллионов тенге 2700 семьям. Компенсация за падеж скота на 216 миллионов тенге уже выплачена. Из республиканского бюджета предусмотрено свыше 19 миллиардов. В частности, свыше 10 миллиардов на ремонт и реконструкцию дорог. Полтора миллиарда на компенсацию субъекта малого и среднего бизнеса. Также два миллиарда на восстановление защитных сооружений. Николай Сырбов, Азамат Сауханов, Руслан Ельтаев. И к продолжению темы. Вопросами ликвидации последствий минувшего паводка руководство региона уделяет самое пристальное внимание. Акимобласти на минувшей неделе посетил Иргийский и Айтикибийские районы, где встретился с местными жителями и ознакомился с принимаемыми мерами по возведению новых домов вместо затопленных. Также Асхат Шахаров обсудил со специалистами вопросы реконструкции Щербаковской плотины. Во время половодия, не выдержавшие напора влаги. Подробности далее. В Иргийском районе на данный момент 152 затопленных дома признаны непригодными для жилья. 8 семей предпочли получить уже готовые дома. Свыше 40 семей согласились на новое жилье, которое будут строить в Иргизе. Большинство жителей села Нура не против переехать место под названием Сары-Оба и построить там дом. Для детального изучения местности будут направлены специалисты. Акимобласти на встрече с Иргийсками, проживающими во временных пунктах эвакуации, отметил, что только в этом районе вопрос строительства домов еще не решен. По поручению президента в нашу область приехал заместитель премьер-министра Канат Алдебергенович Бузумбаев. На встрече с ним были обговорены важные финансовые вопросы. Три отечественные компании выделили средства на ликвидацию последствий наводнения в Октябрьской области. В первую очередь это позволит решить жилищный вопрос пострадавших. За исключением Иргизского района, в остальных мы уже решаем жилищную проблему. Поэтому я встречаюсь с вами, чтобы обговорить этот вопрос. Перед нами стоят задачи – построить или отремонтировать дом, либо приобрести уже готовые. Глава государства лично контролирует работы, направленные на ликвидацию последствий наводнений. Мы должны выполнить поставленную задачу своевременно и качественно. На встрече с Акимом жители интересовались, каким будет жилье, будет ли рядом находиться школа, вопросами компенсации за погибший скот и отсрочкой платежей по кредитам. Предприниматели также подняли вопрос о выплате компенсации за поврежденные имущества. Отметьте, в районе от Паводка пострадало 152 дома, 6 коммерческих и 8 социальных объектов. По единовременной выплате в размере 100 МРП было подано 138 заявлений по району, выплачен 51 миллион тенге. Комиссия по оценке материального ущерба рассматривает 221 заявление. На ремонт домов из-за испорченную бытовую технику жителям выплатили около 4 миллионов тенге. Кроме того, уделяются средства для выплаты компенсации за погибших паводок 444 голов скота. А во время рабочей поездки по Этикибийскому району глава региона Асхат-Шахаров осмотрел состояние Щербаковской плотины и обсудил с руководством района и соответствующих госуправлений вопросы предстоящего ремонта гидротехнического сооружения. Аким области поручил разработать проект его реконструкции с учетом увеличения объема резервной емкости, установки новых шлюзов и гидропостов вокруг водоема, а также расчистки дна и дноуглубления. Напомним, во время паводка отремонтированная дамба не выдержала напора приходящей воды. В результате затопило близлежащее село Жургеново. По факту прорыва плотины заведено уголовное дело. При пещевке стоит, чтобы пропустить горизонт всего лишь 3-5 квадратных километров. Вот здесь же собирается тысячу раз больше. Из России идет, пушкоты. Также в ходе рабочей поездки по району Асхат-Шахаров побывал в доме у новоселов молодой семьи Бергена Архабая и Гуларай Турегаликазы. Их первый дом был признан аварийным. Как только супруги услышали о возможности переехать в готовый дом, они стали просматривать варианты и сами выбрали для себя жилье. Трехкомнатный дом в селе Жургеново был приобретен для семьи за счет средств фонда Булата Утимуратова. Акимобласти поздравил супругов с новосельем, пожелав счастья. Мы приступили к реализации намеченных нами планов по оказанию всесторонней поддержки пострадавшим от наводнения в нашем регионе. Для некоторых жителей начнем строить новые дома. Для тех, кто выбрал жилье на вторичном рынке, купим готовые дома. Второй вариант – наиболее эффективный механизм. Вы первые по региону, кто уже получил жилье взамен разрушенного стихии. После проверки и результата царочной кампании займемся жилищным вопросом и других жителей. Дома для семей, пострадавших от поводков в Атикибийском районе, приобретаются за счет спонсоров. На прошлой неделе были выкуплены пять домов. Теперь рассматривается возможность приобретения готового жилья еще для 17 семей. Ответим, что в комиссию по оценке и возмещению материального ущерба Атикибийского района поступило 133 заявления. Из 46 признанных комиссией поврежденными домов, 24 будут построены заново. Владимир Федотов, Руслан Ильтаев, Аптотеннсы. А в минувший четверг актюбинцы встретили 79-ю годовщину Великой Победы. С каждым годом все меньше с нами очевидцев тех страшных лет. Всем им со стороны государства и общества оказывается должный почет и внимание. В настоящее время в Акцюбинской области проживает один ветеран Второй мировой войны, отметивший в текущем году свой вековой юбилей. Василий Грецкий чувствует себя хорошо, самостоятельно передвигается. Несмотря на трудное детство и тяготы фронтовой жизни, Василий Иванович даже в преклонном возрасте сохранил ясность ума и чувство юмора. 9 мая с Днем Победы ветеранов Храмтау поздравил Аким области Асхад Шахаров. Счетератные подвиги тех, кто на полях сражений и годы Второй мировой войны отстаивал свободу родной земли и святая обязанность каждого казахстанца. Поэтому в день 79-й годовщины Великой Победы Аким области в Храмтау посетил Василия Грецкого, единственного ветерана, проживающего в регионе. По дворе дома, где живет герой войны, было организовано праздничное мероприятие с оркестром. Были исполнены песни военных лет. Глава региона Асхад Шахаров вручил Василию Грецкому сертификат на проведение капитального ремонта его квартиры и зачитал поздравления от президента Казахстана. Уважаемый Василий Иванович, от всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы. Примите искренние слова благодарности за ваш бесценный вклад в дело защиты нашей Родины. Ваше мужество, стойкость и самотверженность в годы войны навсегда останутся в сердцах потомков. Желаю вам крепости, духа, здоровья и долгих лет жизни. С уважением, президент страны Хасмажемат Тухаев. Также Асхад Шахаров от себя лично пожелал ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни. В начале года я приезжал к вам, отвечали вам юбилей. На следующий год, 80-летие Победы, я подумаю, что с таким же составом мы будем вам в благодарности, в знак благодарности здесь соберемся и отметим эту круглую дату. Спасибо вашим детям, внукам, которые не забывают, приезжают, отмечают, продолжают то, что вы дали после военные годы, трудясь своим примером, им хорошее воспитание, они продолжают это. Храмтаучане гордятся вами. Василий Грецкий родился в 1924 году в ныне упраздненной Полудской области Республики Беларусь в деревне Жабино. Будущий фронтовик родом из крестьянской семьи и уже с детства испытал на себе тяготы жизни. В середине 30-х годов, период в политике коллективизации, семья Василия Ивановича, где помимо него воспитывались еще три брата и две сестры, попала в число переселенцев. Пришли от царя, расставали, посадили, а матери сказали собирать свои вещи к эвакуации. Привезли на станцию, погрузили в вагоны. Состав шел несколько дней. Нас определили в город Алмата. Потом в Джамбульской области, в колхозе ЧУ, строили для спецпереселенцев жилье бараки. Построили бы те бараки и поселили нас туда. Через некоторое уже время наш колхоз начал понемножку помывать. Немножко там пожили, пошли до работы, стали работать в колхозе. Там в то время хлопок сели, кунжут сели, рыс сели. Наладившуюся жизнь мешалась война. Сначала ушел защищать родину старший брат. В 1942 году, в 18-летнем возрасте, призвали в армию и Василия Грецкого. В городе Алматы он попал в первый кавалерийский корпус, где прослужил 6 месяцев. После чего их отправили ближе к фронту. На санкции Лески в Воронежской области Василий Иванович по-настоящему ощутил, что такое война. Их эшелон разбомбили. После чего на товарном поезде транзитом через Москву, он в составе взвода, был направлен в Брянские леса. Принимал участие в тяжелых сражениях. Запомнились бои в украинских бродах, где не дали противнику уйти через Бук на запад, вспоминает фронтовик. Конечно же, навсегда остался в памяти самый первый бой на белорусской земле, где половина солдат воинского подразделения получили ранения или погибли. К одну деревню вот там атаковать надо было. Объяснили, вот такая задача вот, взять штурм в эту деревню. Мы пошли в это наступление, ну что еще мы столько с этого неопытно ищили. Хорошо как раз было, это рожь, порожи шли. И вот как я шел с товарищами, снайпер с леса, ударил, значит, я ему в бок разрывной пули вырвал, значит, в бок. Он упал, значит, пробежали, быстрее вызвали медсестру, пробежала сестра, значит, мы двинулись опять вперед. Ну и, значит, пошли в этот штурм, в деревню завоевали, взвяли деревню, и после этого нас на сборе вывели в бою уже. Василий Иванович был трижды ранен, получил контузию, освобождал Беларусь, Украину, Поршу, Чехословакию, дошел до Берлина. Именно недалеко от столицы Третьего рейха он встретил победу. Домой вернулся в 1946 году и вплоть до выхода на пенсию более 40 лет проработал в железнодорожной сфере. У Василия Грецкого шесть внуков и десять правнуков. Вырастил трех детей, двое из которых проживают в Челябинске, а третья дочь живет в Хромтау. К ней фронтовик переехал в 2001 году и с тех пор живет в столице Горнянского края, похоронив супругу ветерана Трудового фронта Татьяну Дмитриевну в 2015 году. В детстве не было, голод был, юности не было, война была. Ну, жизнь прожила достойная. С мамой прожили 65 лет в согласии, в дружбе. И всегда обращались друг к другу. Таня, Вася, вот так у них. Никогда, мы в детстве и после никогда не слышали от него даже дурного плохого слова. Очень внимательный, добрый, вот, самый лучший папа. Доброту и отзывчивость фронтовика отмечает и социальный работник, который приходит домой к Василию Ивановичу уже 4 года. И не просто померить давление и сделать ряд других дел, но и просто поговорить с дедушкой. Прихожу, неделю-два раза, звоню, в общем, делаю то, что надо, какие у него вопросы будут, решаю, хожу, беседы провожу, с дедом давление все измеряю, да, дедушка? Да, правильно. В общем, у нас все хорошо. Хорошо, молодец, заботится, не забывай, друг раз звонит, спрашивает, как твое здоровье, интересуется все же, переживает. Василий Иванович очень любит смотреть телевизор, особенно бокс. Также смотрит военные фильмы и очень надеется, что нынешнее поколение казахстанцев никогда не узнает, что такое война. Крепкого здоровья, счастья, мира, чтобы был мир во всем мире, чтобы не было войны. Война нам не нужна. Нам надо дружбу с народом, спокойствие, чтобы любить, самое главное, чтобы убить свою родину. А праздник победы для фронтовика и спустя почти 80 лет особенный. Особенный прежде всего тем, что к нему по уже сложившейся традиции приезжают дети, внуки и правнуки. Ведь именно за них и за нас, в будущее поколение, он проливал свою кровь в годы войны. И об этом важно и нужно помнить. Владимир Федотов, Николай Сырбов, Бахаджан Дегеев, Аптатинусы. Такими событиями запомнилась уходящая неделя. На этом у нас все. Очередной выпуск программы Аптат НСС смотрите в следующее воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аптитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аптитров А.Семкин Корректор А.Егорова